Друзья, привет всем! Совсем недавно я делал видеоролик с подборкой ноутбуков на 2020 год. Кто еще не посмотрел, можете посмотреть по подсказке. Ну а в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить про 5 ошибок, замеченные мной, которые делают люди при выборе и покупке ноутбука в 2020 году. Ну и давайте сразу перейдем к делу, погнали! Ошибка номер 1. Покупка слишком дешевого ноутбука. В принципе, уже неоднократно об этом говорил, то что я лично не рекомендую в 2020 году покупать ноутбуки дешевле, чем примерно 25 тысяч российских рублей. Объясню почему. Во-первых, в таких ноутбуках используется достаточно слабое железо, то есть они в принципе сами по себе логучие. Ну и во-вторых, сборка качества материалов, как правило, оставляют желать лучшего. То есть пройдет год или, возможно, даже меньше, и у вас либо в принципе закончится терпение пользоваться таким ноутбуком, либо второй вариант у него что-то сломается. Получится такая ситуация, что скупой платит дважды. В конечном итоге вам все равно придется раскошеливаться. Поэтому, на мой взгляд, лучше уж изначально найти эти дополнительные 10-15 тысяч рублей, придумать какой-нибудь способ, ну и взять себе более-менее нормальный ноутбук. Отличить такие модели можно по процессорам. Если это Intel, то минимум i3, там дальше идет i5, i7. Если мы говорим про AMD, то это начиная с Ryzen 3, там дальше Ryzen 5, Ryzen 7. Всякие там варианты ноутбуков на Pentium, на Celeron, AMD A6, A9 лучше не покупать. Ошибка номер два, ребят, это переплата за видеокарту. Видеокарта является одним из главных, ну или может быть даже самым главным фактором, который будет влиять на цену ноутбука. То есть он будет стоить там 50 тысяч рублей или 180, например. И у многих людей есть такое убеждение, то что в ноутбуке должна быть хорошая видеокарта, дискретная, то есть отдельная, не встроенная. Но в действительности перед покупкой ноутбука очень важно определить, для каких задач вы будете его использовать. В том случае, если это повседневные задачи, там типа офиса, посмотреть киношку, там посидеть в интернете, там еще что-то, то в принципе вам дискретная видеокарта не нужна. Будет вполне достаточно встроенной графики, там Intel HD Graphics или же Radeon Vega. Мощная дискретная карта нужна в двух случаях, либо если вы играете в игры, второе это если вы работаете с видеомонтажом, с графикой, с трехмерным моделированием или с чем-то еще таким, то тогда да. Поэтому нет особого смысла покупать себе там игровой ноутбук для простой какой-то офисной работы. Ошибка номер три, это покупка ноутбука без SSD диска, то есть с классическим HDD. В принципе об этом сейчас многие, даже новички уже знают, то что ноутбук лучше брать с SSD диском. Но здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, емкость SSD лучше всего брать начиная от 256 гигабайт. Не всегда, конечно, это получается. Во многих случаях бывают конфигурации именно на 128. В этом случае, конечно, будет сложновато и часто придется пользоваться облачными хранилищами. Второй момент заключается в том, что не всегда SSD диски бывают качественными. Одно дело, если у вас стоит хороший брендовый SSD диск формата M.2, известной фирмы, допустим, Samsung. Совсем другое дело, если у вас дешевый ноутбук и стоит какой-нибудь самый бюджетный SSD, то, как правило, они живут не очень долго. Уже могут проблемы с диском начаться через год-два, и вы можете просто потерять данные. Никогда не держите их в одном экземпляре на SSD диске. Это, собственно говоря, опять же к вопросу о том, что не стоит покупать слишком дешевые ноутбуки. Ошибка номер четыре, ребят, это покупка ноутбука с низкокачественным дисплеем. До сих пор во многие модели там стоимостью даже 50-60 тысяч рублей ставятся устаревшие ТН-матрицы. У них слабые углы обзора и цветопередача. Чтобы не было такой ситуации, что вы вроде купили неплохой ноутбук, отдали много денег, а при этом качество картинки у вас на экране, как на мониторе из 2000-х годов, лучше сразу на торговых площадках в фильтрах ставьте галочку на IPS-матрицу. Пускай всегда будет IPS. Правда, помимо этого, стоит еще обратить внимание на реальные отзывы, какие-то почитать, может быть, на форумах, еще где-то именно по качеству самого дисплея, потому что иногда бывает IPS тоже не совсем качественный, бывают какие-то дефекты, засветы на матрице, ну и так далее. В идеале, конечно, даже посмотреть ноутбук вживую, сходить в магазин. Это будет, наверное, самым лучшим вариантом. Пятая и последняя ошибка – это неправильный выбор количества оперативной памяти. В принципе, сейчас, в 2020 году, я бы не советовал покупать ноутбуки с объемом оперативки менее 8 гигабайт. Но все дело в том, что оперативная память – это не очень дешевый компонент, и если у вас бюджетный ноутбук, как правило, там будет 4 гигабайта. Или же, если вы берете, например, дорогой ноутбук для работы, то тоже не всегда по финансам вы сможете потянуть модель с 16 гигабайтами. Как правило, вы можете остановиться на 8 гигабайтах. В этих ситуациях очень важно обратить внимание на возможность расширения оперативной памяти. Есть ли второй слот в ноутбуке, нужно поинтересоваться, какой максимальный объем оперативной памяти поддерживается. Это вы можете узнать либо непосредственно в магазине, либо второй вариант посмотреть в интернете, может быть, на каких-то тематических форумах. В идеале, конечно, сразу брать хорошее количество оперативной памяти с запасом, там, например, 16 гигабайт, но не всегда есть такая возможность. Вот такие вот, друзья, ошибки. Не покупайте слишком дешевые ноутбуки. Смотрите, чтобы был SSD диск от 256 гигабайт, ну и IPS-матрица. Также я бы хотел ваше внимание обратить еще на парочку моментов. Первое, это не стоит вестись на очень высокую заявленную автономность. Как правило, это тоже такой маркетинговый ход, стоит эти цифры делить сразу на двое. И второй момент, обратите внимание на количество и состав портов, то есть разъемов, которые есть на ноутбуке. Как правило, очень мало сейчас USB портов делают, там 1-2, вам этого может, в принципе, физически не хватать. Обратите внимание, что был современный порт USB Type-C, это полезно, пригодится. И очень желательно, чтобы еще и поддерживалась зарядка ноутбука через Type-C порт. Почему? Потому что в этом случае можно от пауэрбанка его заряжать, от прикуривателя в машине. Я, например, это очень часто делаю, это крайне удобно. Вот, ну и в принципе все. Такие вот советы. Пишите в комментариях, какие вы совершали ошибки. Может быть, что-то тоже можете посоветовать людям. С вами был FutureTime. Подписывайтесь на канал.